Бисмиллахи ррахмани ррахим Бейт Аль-Хикма, интернет-мадресе, представляет Итак, мы продолжаем читать Мабад и Лусуль, у нас сегодня 11 урок И мы дошли до следующих частиц, которые мы разбираем Сегодня мы, иншалла, разберем сумма и бал Говорит шейх, рахималлах, сумма для тарахи То есть сумма для этого прерывности в действиях Согласно имаму Абу-Ханифу, этот тарахи дается Смысл этого в слове и в хукме одновременно И здесь шейх поясняет нам в примечании Это тарахи филавзи в хукме означает, что как будто бы человек промолчал И затем заново начал свое предложение Например, когда человек говорит Ты разведена, затем разведена Как будто бы он замолчал, молчит между одним словом тарик и другой тарик То есть это подобному, когда он говорит антитарик Потом молчит, потом говорит антитарик Еще раз Затем он возобновляет свое предложение словами Это является совершенным пониманием тарахи и в решениях, которые после этого вытекают Это дает хукм тарахи прерывности только в шариатском решении При непрерывности речи Дальше шейх здесь тоже в примечании это поясняет Потому что внешние слова, они идут непрерывно И ты речь не прерываешь А атов, то есть согласование одной части твоих слов с другими словами Она не может быть в языке При раздельности твоей речи То есть одно предложение может быть согласовано с другим предложением Связано с ним только если ты говоришь непрерывно Это как бы один твой разговор Если ты говоришь, затем молчишь по-настоящему Затем что-то еще произносишь То здесь нет связи второго твоего предложения с первым Грамматически А хукм, шариатское решение, может сначала одно упасть, потом другое Сейчас мы это поймем, а потом приведем пример Которым нам станет понятна разница Самарат-Уль-Хилав между ними И поэтому сахибейн посчитали, что Тарахи, непрерывность должна быть только в шариатском решении То есть сначала одно упадает, потом другое Но не в языке, не в речи Потому что речь идет непрерывно Ее так и надо понимать Самарат-Уль-Хилав Теперь итог этого разногласия Какой? Практически Если муж говорит своей жене С которым у нее еще половой близости не было Ты разведена, затем разведена, затем разведена Если войдешь вот в это здание, например Или в этот дом Согласно имаму Абу-Ханифе Падает первый развод А то, что после этого Оно не принимается в расчет Оно недействительно И здесь Шех поясняет нам в примечании Так как тарахи Это прерывность Она и в речи И в хукме Это подобно тому, как он сказал Ты разведена И затем промолчал на какой-то промежуток времени И этот первый развод произошел И поэтому женщина Она не является уже Она не может принимать следующий развод Потому что с ней не было половой близости И эти разводы устраняются Теперь немного основ Разъяснение этого примера из фирка Когда мужчина женится На женщине Есть две ситуации с разводами Если у них была половая близость Если у них не было половой близости Если у них не было половой близости Как в нашем примере То мужчина дает женщине развод Например, однократный Все Это развод Он ее вернуть обратно не может Потому что у них не было половой близости И второй, третий развод Дать он ее уже не может Поэтому если он Своей жене С которой у нее не было половой близости Говорит Ты разведена Затем разведена Затем разведена То падает первый развод Она разводится Развод становится баин То есть она уже Ему не жена И он на ней может жениться Только когда у нее закончится аид И заключить с ней новый брак И поэтому для второго и третьего развода Уже нет места Ему некуда этим Второму и третьему разводу падать Потому что это развод баин Когда развод баин То все Это уже не твоя жена Ты не можешь добавить второй Третий развод В отличие от того Если Это Он же на ней женился И у них была половая близость Здесь уже Когда он ей даст Один развод Это будет Талах раджаи То есть он может ее вернуть Она Еще его жена Просто она ждет период еды И на этот промежуток Период еды Он может ее вернуть И соответственно Если он добавит Второй талах И третий талах То они будут Действительны И соответственно Будет вторократный И троекратный развод И соответственно Этот пример Для нас важен чем? Если Мы говорим Что талахи Вот эта непрерывность Речи Имеет место Со словом Сумма Это означает Что Как будто бы Ты дал один развод Затем Замолчал Потом дал второй развод Замолчал Потом дал третий развод Замолчал И согласно имаму Ханифе Так и происходит Это смысл талахи Это смысл Харфа Сумма И здесь Как мы возвращаемся К самому тексту Происходит первый развод Антиталик Все женщина разведена Дальше идет молчание Все Талах баин Он произошел И он уже сверху Не может ничего добавить Второй Третий Некуда добавлять Потому что она ему Уже не жена Это подобно Как давать развод Чужой женщине Он не будет действительным Поэтому Они не будут восприниматься Если же Если же он условия Вперед поставит Если ты войдешь в здание Антиталикун Ты разведена Сумма Сумма Затем разведена Затем разведена Произойдет То Она входит в здание Что происходит Она входит в здание Падает Развод Первый И автоматически Падает второй развод Валя гасалис А третий Не принимается в расчет Здесь нужно Понять Что Если женщина С которой Он У него не было Половой близости Если же он ей даст Трекратный развод Сразу Например Трижды То эти три талака Будут падать Потому что между ними Нет Прерывности Они одновременно Могут упасть В случае Женщины С которой не было Половой близости Талака Не могут идти С прерывностью Маат тарахи То есть Например Когда он говорит Ты разведена Затем разведена Затем разведена Падает первый развод Второй Третий Не может упасть Если же ты говоришь Ты разведена Трижды То эти три талака Сразу падают Потому что Трижды Нет Трижды Не означает Один Затем два Затем три Трижды Затем одновременно Одновременно Три талака Могут на женщину Упасть С которой у него Не было Половой близости А с прерывностью Маат тарахи Они не могут падать Поэтому Чтобы мы поняли Суру Этого вопроса Если он ставит Условие вперед То есть Если ты войдешь В здание Ты разведена Затем разведена Она входит В здание Автоматически Падает Первый развод Который связан С вхождением В здание Падает Второй развод И затем идет Как бы Молчание И соответственно Она падает На нем Падает два раза Потому что Один развод Связан С автоматическим Вхождением В дом Второй развод Связан То есть Он говорит Инда хальти дар Сумма таликун Инда хальти дар Анти таликун Сумма таликун Сумма таликун Когда ты зайдешь В здание Ты разведена Затем разведена Затем разведена Он молчит Она входит в здание, вот это первое молчание происходит, и когда она заходит в здание, на нее падают два развода. Первый развод, который связан с самим вхождением в здание, второй развод, который связан с первым суммой, потому что у нас здесь два суммы есть. Но это молчание, оно произошло уже, и поэтому оно упало на женщину. Поэтому она входит, на нее в момент вхождения падают два развода, а не один. Почему? Потому что первый развод связан с моментом вхождения, второй развод связан с первой суммой. Первая сумма требует молчания. Молчание произошло, момент вхождения в здание. И поэтому, когда это молчание произошло, на нее падают два развода. Для того, чтобы второй сумма упал или третий развод, нужно, чтобы упал первый. А получается, что на нее упало два развода, а третий не может упасть, потому что она гермат-малтуа, то есть гермат-хульбига, с ней не было половой близости. И на нее одновременно упало два развода, а третий не может упасть, потому что он требует промежутка времени. Поэтому лагат-салис третий не будет действителен. Поэтому еще раз здесь надо понять, что два развода, три развода, один развод одновременно могут падать на женщину, с которой не было половой близости. Последовательно не могут. И поэтому здесь, когда женщина заходит в здание, первый развод связан с самим вхождением в здание. Второй это, когда он сказал сумма. А молчание уже произошло, это момент вхождения в здание. Поэтому, когда она входит в здание, два развода падает, и еще есть третий, который идет после второго харфа сумма. Но ему уже некуда падать, потому что она, развод баин будет, развод будет, то есть она ему уже не жена, и не действительно давать развод. Надеюсь, это более-менее понятно, эта сура этого масла. Они, эти три слова, они идут как одновременно, но падают на женщину, то есть их шариатская активизация, грубо говоря, скажем так, происходит последовательно. Не одновременно, а последовательно. Дальше шейх вот нам здесь примечание поясняет. Потому что непрерывность речи для них установлена. Человек не молчит, а говорит непрерывно. Поэтому и хукум речи будет непрерывно. Они не разделяют свое предложение. И здесь не имеет значения, в отличие от понимания Абу-Ханифы, не имеет значения условия, когда идет первое или второе, потому что, если у Абу-Ханифы условие Инда-Хальтидар идет в конце или в начале, почему меняется хукум? Потому что он говорит, анти-таликун, ты разведена. Все, она уже разведена. Молчание. Сума-таликун, сума-таликун, инда-Хальтидар. Это не имеет значения. То есть для того, чтобы у Абу-Ханифы условие не успело актуализироваться. Почему? Активизироваться, да? Почему? Потому что он уже дал ей развод. И было молчание. Все. А что уже ты потом говоришь, не имеет значения. И это не будет талак ма-шарт, развод при условии. Потому что он молчит. Потому что происходит между ними молчание между этими двумя фразами. И поэтому актуализация и активизация этого условия не успевает произойти, согласно понимаем Абу-Ханифы. А сахибейн говорят, это одно целое предложение. Между ним нет никакого молчания. И поэтому здесь не имеет значения. Условие Инда-Хальтидар. Ты поставишь начало предложения, в конце предложения. Не имеет значения. Потому что это одно целое предложение, между ними молчания нет. Но хукм, то есть шриятское решение, падает с последовательностью Сначала первое, потом второе, потом третье Но как предложение оно едино И поэтому здесь нет разницы Где стоит, впереди предложение или вначале В отличие от Абу Ханифы И поэтому он говорит И соответственно Вот эти разводы, они будут падать непрерывно Последовательно, то есть сначала один, потом второй, потом третий И если у них была половая близость, то будет три развода Потому что первый развод будет Раджай, второй развод Раджай Третий Баин, все Она ему не жена В случае, если она, то есть если у них с ней не было половой близости То будет падать сначала первый развод Все, она разведена, развод Баин Второй, третий не может упасть И поэтому в этом примере Согласно пониманию Сахибейн В отношении женщины, с которой не было половой близости Всегда будет падать один развод Согласно Абу Ханифе В случае Падает два развода Поэтому согласно Сахибейн В этом примере два развода не могут упасть Ни в каком случае Ни условие ты вперед поставил, назад поставил Не имеет значения Понимание Абу Ханифа Если условие стоит впереди То падает два развода Развод выхождения И развод, который связан Сумма, они одновременно упадут на нее В момент, когда она войдет Надеюсь, это понятно Хотя, конечно, это достаточно сложный пример Говорит шейх Иногда Сумма может приходить в значение Вау То есть, значение Ну, просто И И затем они были из тех, кто уверовал То есть, они были из тех, кто уверовал Здесь нет никакой последовательности У нас идет следующая, четвертая частица Частица То есть, это Ты исправляешь свою ошибку Ставя второе на место первое Например, ты говоришь Нет, но Пришел Амр То есть, что это означает Здесь шейх нам поясняет В примечании Смысл твоего в том, что Пришел Амр, но не Зейд А Зейд Пришел Зейд или нет Непонятно Он мог прийти Может, не пришел Неважно Мы исправляем свою ошибку То есть, соответственно Ты Аннулируешь первое Ставя второе на его место Файда Какой смысл этого? Уэльна моя сихут тадаруку Фил ихбар дуналь инша Здесь важное правило Исправлять ошибку Можно в твоем сообщении Но нельзя в инша Инша это некое Твое действие Намерение сделать что-то Совершить что-то Вот это Как, например, ты даешь развод Там ты не можешь Ничего поменять Потому что ты дал развод Это твое намерение Развести Ты потом его отменить не можешь А сообщение Хабар То есть, ты говоришь Пришел Зейд То есть, Амр То есть, ты можешь исправить Потому что это не твое намерение Что-то сделать А это твое сообщение Твое хабар Ихбар Рассказ о чем-то В рассказе можно ошибиться Но в высказывании Своем намерении Нельзя ошибиться То есть, ты хотел это А потом А теперь я не хочу Так не может быть Поэтому тут Ибтал Здесь не может быть А Ибтал Лихбар Может быть Потому что ты можешь Избедить свое сообщение И если мужчина говорит своей жене Ты разведена Я тебе даю один развод То есть два развода Что здесь будет? Будет два развода Или три развода? Будет три развода Потому что он говорит Я тебя развожу Тебе даю один развод То есть два развода То есть один плюс два равно три И поэтому здесь ты не можешь Аннулировать свой первый развод И в этом смысл развода Если у тебя есть инша То есть ты намерение высказываешь на развод Ты его не можешь аннулировать Ты не можешь его аннулировать Поэтому тут добавляется второй Вторые два развода И получается три Поэтому вот эти два предложения Они оба будут падать В отличие от твоей фразы Ла ху алейя альфун баль альфан Фальзему альфан В отличие если ты говоришь Я ему должен Я этому человеку должен Например Тысячу дирхамов Нет две тысячи дирхамов Здесь ты сообщаешь Здесь идет ихбар Здесь идет сообщение Здесь не идет инша И второй момент Когда ты говоришь две тысячи Ты не отрицаешь тысячу В отличие от развода То есть когда ты говоришь Я ему должен тысячу Нет нет я ему должен две тысячи Вот эта одна тысяча В этой двух тысячи присутствует Поэтому здесь не нужно добавлять третью В отличие от Ты разведена однажды Тебе один развод Он уже например происходит И ты не можешь его отменить Ты не можешь отменить этот развод И поэтому к нему добавляются Еще два развода И будут три Почему он сказал Лиль матху ли бига Да я не пояснил Потому что если эта женщина С ней у него не было Половой близости То будет падать только первый развод Вторые два уже Ему некуда падать В отличие от Если она матху ли бига С ней была половая близость Соответственно Эти два развода Вторые два развода Они добавляются К первому одному разводу И будет три развода Случа с долгом нет Здесь будет две тысячи Он ему А тысячу не должен Потому что это ихбар А не инча Здесь тогда мы остановимся Субтитры создавал DimaTorzok